Малая бухта – излюбленное место жителей и гостей города-курорта Анапа. На крещение сюда приходят окунуться в воды Черного моря до полутора тысяч человек. Считается, что в ночь с 18 на 19 января вода обретает чудотворную силу. После омовения очищается душа и прибавляется здоровье. Но чтобы массовое место купания было безопасным, его необходимо тщательно проверить и подготовить к эксплуатации. Море штормило, накидало очень много мусора, веток, деревьев, комки. Ну вот ребята у нас занимаются уборкой до конца вечера. Думаю, что полностью уберем пляж. А вот у специалистов аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» задача более сложная. Им необходимо визуально обследовать дно моря. Там не должно быть никаких предметов, которые могут нанести травму купающимся. Сегодня они проверили порядка 300 метров прибрежной полосы. Виталий Жердяев работает в этой организации уже порядка 10 лет. Он уже точно знает места, где может оказаться скрытая угроза. После летнего сезона остаются веревки, канаты, какие-то там рыболовные крючки. Ну и вот такое все, что остается от отдыхающих и от деятельности сезона. Праздник крещения – это долгожданное событие, которое многие ждут с нетерпением. Виктор Сапко приехал на отдых из Казахстана. Сейчас там стоят морозы. Сегодня он специально пришел сюда, чтобы осмотреть место и принять участие в вечернем обряде. Для него крещение – это двойной праздник. Завтра у меня день рождения. И всегда в этот день я окунаюсь. Это день святой, это день праздничный, это день моего рождения. Поздравляю всех с крещением, с праздником всех! В Малой бухте задействуют 16 спасателей, 2 единицы техники и одно плавсредство. Также специалисты Кубань-Спаса установят световые башни. Кроме этого, посты выставят на центральном пляже и пляже в станице Благовещенское. Дежурство будет вестись с 20 часов до 2 часов ночи. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.